Значит, как вы уже знаете, у одного из пациентов, который у нас 85-го года рождения, сезонный ревновирус, свой сим, и период от возвращения до начала симптоматики 9 дней, то есть мы сегодня можем говорить уже, ну скажем так, предварительно более точно, даже до подтверждения окончательного диагноза вирусологии, что это сезонный ревновирус, состояние удовлетворительное. Женщина, которая обратилась на 4-й день после начала заболевания, у которой выясен грипп А, но еще пока мы окончательный диагноз не подтвердили вирусологическом лаборатории НИИ Москвы и Новосибирска, состояние средней тяжести. То есть грипп А, он как и устойчивая вирусная инфекция, всегда чреват осложнением проколиологической системы. Состояние ничего не угрожает, то есть, ну скажем так, ситуация контролируемая, стабильная. В этой ситуации мне бы хотелось отметить несколько моментов. Первый – это правильность действия заболевших людей, которые в эпиденамнезе имели до посещения Китайской Народной Республики. И по появлению первых признаков инфекционного заболевания, в основном это респираторные синдромы, они напрямую обратились в приемное отделение инфекционной больницы. Второе – это правильность действия медицинских работников, наших коллег по недопущению развития данной ситуации, своевременная изоляция, ну и, соответственно, проведение работы по отбору проб для проведения лабораторных исследований. На базе ФИГУС-центра генной пенемиологии Воронежской области незамедлительно при получении соответствующих проб в течение четырех часов были проведены анализы на остроэспираторную вирусную инфекцию и грипп. У заболевших женщин в возрасте 55 лет выделен вирус гриппа, у мужчин выделен вирус риновирус. Означает ли это, что коронавируса у них нет? Окончательное решение будет принято после получения результатов из соответствующих центров на коронавирус. А эти центры где находятся? Эти центры находятся в Москве и в Новосибирске. Когда ожидать эти результаты? Результаты мы будем ожидать в течение ближайших нескольких дней. То есть там два-три дня? Да. Да.